Звучит музыка Мне очень хочется, Алексей Алексеевич, а вот просто услышать интереснейший радиоурок, вот это бы хотелось, конечно. А вот ради этого я специально сказал, что за парту не хотите, а есть альтернативное обучение, собственно говоря, методики и способы, поэтому наша рубрика «Хочу все знать». Я бы сказала, ребята, не просто альтернативные методики и способы, а самые удачные методики и способы, и именно о них в этой программе в нашей и идет речь. Мы собираем их по крупицам, Алексей Алексеевич, со всей страны. Людей, которые об этом говорят не так много и так искусно говорят. Друзья, просим любить и жаловать преподаватель математики и лаборатории открытий школы развития «Маяк» Александра Орлова. Александра, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. На вас, конечно, серьезная миссия. Лучшие методики, самые прогрессивные методики, самые прогрессивные преподаватели. И, конечно, за парту хочется, с одной стороны, но нам почему-то кажется, что лаборатория открытий вполне происходит и за пределами школьных уроков. Совершенно верно. Это внешкольный курс. Он придуман Светой Сбойковой, преподавателем школы развития «Маяк». И сюда приходят дети, чтобы заниматься наукой, погружаться в нее, делать опыты, своими руками проводить эксперименты. У нас все серьезно. Ребята подписывают соглашения, становятся настоящими лаборантами. Поэтому это лаборатория. И мы обсуждаем эти опыты и делаем открытия и выводы. Поэтому лаборатория открытий. Ребята сами делают открытия. Ну вот смотрите, сегодня очень много музеев, позволяющих ближе познакомиться с наукой. Экспериментаниум всем известный, много разных других площадок. Совершенно верно. Есть всякие веселые химики, которых приглашают на разные детские мероприятия, которые пузырят пузыри, Алексей Алексеевич, пускают дым в глаза, и голуби превращаются в сов, и наоборот. И стоны. В их руках. Чпокнут. Что нового предлагаете вы? Я даже добавлю, есть еще прекрасные издания книг для детей с научными опытами, переводные наши русские. Есть видеоролики в интернете. Действительно, ассортимент огромный, который может познакомить детей с наукой. Ну, дело в том, что очень часто вот в этой вот красивой обертке теряется сам ребенок. Что я имею в виду? Допустим, приходит ребенок на шоу, да, все весело, красиво фокусы показали, а что-то осталось у него в голове, можно вопрос задать, да. Или если, например, мама покупает ребенку книжку и даже начинает по ней с ним заниматься, да, первые два опыта ребенок прочитал и все дальше забросил. Или набор опытов, тоже очень популярный в настоящее время и хорошо развитая индустрия. Что может делать сам? Балыш возьмет пару опытов, сделает и опять же забросил, да, потому что неинтересно. А неинтересно почему? Потому что он не погрузился сам. Он как бы находится вне истории, он увидел результат чужой работы, увидел результат чужой мыслительной деятельности, а сам тогда не погрузился. А вот если он непосредственно сам отвечает на вопросы, которые ему жизнь задает, или педагог, или тот же самый опыт, если он сам ищет ответ на этот вопрос, тогда он будет заинтересован и этот шлейф останется на всю оставшуюся жизнь у него. Ну вот смотрите, мы можем взять пример, скажем, вот мы открыли коробочку, юный, не знаю, физик, юный химик. Вот какой-то пример отсюда, любая задача, которая там есть для ребенка, не знаю, смешать два разных химических элемента. Ну хорошо, вы смешали, и что дальше? Вы что-то увидели, что-то поняли, прочитали описание. Если это сделано не системно, то очень будет быстрый эффект. Что значит системно? То есть этим можно заниматься постоянно? Что значит система? Ну не обязательно заниматься постоянно, но раз вы спрашиваете о нашей методике, то мы как раз занимаемся системно. К нам дети приходят целый год, мы встречаемся раз в неделю, целый час занимаемся опытами, беседуем с детьми, разговариваем с ними. Мы можем инсценировать какое-то понятие физическое или даже химическое. Инсценировать, то есть показать или попытаться показать? Да, совершенно верно. Я, извините, должен инсценировать мое отношение ко времени. Сейчас мы сделаем паузу и вернемся обязательно. Александра Орлова у нас в гостях, преподаватель математики и лаборатория открытой школы развития МАЭК. Еще раз здравствуйте. Мы остановились вот на чем, что есть всевозможные завлекалки для детей, то есть музеи, аттракционы, но они рассчитаны как бы на концертную деятельность. То есть один раз ребенок получает некое впечатление или забывает, или, так сказать, через полгода опять к этому возвращается. Но, как вы сказали, что он не вовлечен в сам этот процесс. Мыслительный процесс, да. И вы именно занимаетесь тем, чтобы сначала сдетонировать с ребенком некий интерес, и потом этот интерес развивать на протяжении, там, через неделю, с каким-то шагом, через три дня, через месяц, как у вас это построено. Вот это принципиальное различие от конструктора или такой одноразовой лекции, правильно? Да, совершенно верно, да. То есть мы учим детей мыслить системно, мыслить системно и рассматривать проблему любой, будь то опыт физический, будь то это какой-то интеллектуальный вопрос, с разных сторон. Да, это основа критического мышления, когда ставится под сомнение любое утверждение. Ребенок учится приводить доводы за и против, он учится работать в команде, что очень важно, потому что, к сожалению, так построено наше современное образование, что дети не готовы слушать друг друга, они обычно получают информацию, которую транслирует учитель, какие-то знания непосредственные, и потом что он должен сделать? Он должен их правильно воспроизвести, если он выполнит такую задачу, тогда он получит хорошую оценку. Что теряется? Теряется как раз умение самостоятельно мыслить, умение анализировать увиденные явления, сопоставлять их, связи устанавливать. И мы как раз стараемся всему этому научить, это вполне возможно. Я не говорю, что всё, о чём вы сказали, это плохо, да, наборы опытов, видео, книжки, это всё прекрасно, да, просто важно, чтобы действительно это вызывало интерес, и ребёнок понимал, что он делает, а не просто шоу. То есть главная ошибка, скажем, родителей, в том числе и, может быть, современных педагогов, где педагог даёт, скажем, уже ответ, и не дает возможности размышления, или приход к этому ответу. То есть есть формула, вот это одно плюс другое, и всё. Как, почему формула, почему, а как одно пришло к другому, в конце концов, да? И очень важно, чтобы ребёнок прошёл этот путь сам. Путь от вопроса к ответу, пусть это будет тернистый путь, через ошибки, через неправильные гипотезы. Это очень важно, чтобы он сам добился какого-то результата, это учит его мыслить. А пример вы можете какой-то привести? Вы смотрите, в школе алгоритм очень простой. Объяснение предмета, дальше выполнение домашнего задания, ответ ребёнка и поощрение в форме оценки, там, 3, 4, 5 или другое. Значит, у вас система поощрения и вот этого пути, он как развит, вот этот путь? Вы знаете, у нас совершенно нет системы поощрений, потому что правильное обучение, на мой взгляд, оно состоит в том, что ребёнок получает удовольствие от разгадки, загадки, которая перед ним стояла. И это удовольствие, оно вообще ни с чем не сравнится, такой выброс эндорфинов шикарный. Поэтому ребёнок хочет прийти снова и хочет дальше исследовать. Ну, если какой-то пример приводить, может быть, мы тогда немножечко поиграем с аудиторией. И будет понятно, как это работает. Да, как это работает. Ну, давайте, аудитория у нас дозванивается по телефону 728-7171, код Москвы-495. На кого из нашей аудитории мы сейчас особенно рассчитываем? Мы рассчитываем, конечно, на детей, потому что мы занимаемся с детьми, начиная с 6-летнего возраста. Это дошкольники и младший школьный возраст, поэтому, конечно, нас интересуют ответы на таких ребят. Но я надеюсь, что взрослых мы тоже сумеем вовлечь. Мы очень надеемся, потому что я так понимаю, что ваши эксперименты в школе развития и лаборатории открытий, она выходит за рамки только общения с детьми, да? Я так понимаю, что и родители с удовольствием торчат в окнах и пытаются заглянуть и посмотреть, что происходит у вас, и сами пытаются принять в этом участие. Ну, совершенно верно. Какая задача у нас сейчас стоит? Я расскажу, как можно подвести ребёнка вообще к научной деятельности. Любого ребёнка этим могут воспользоваться родители или другие педагоги. Мы начинаем не с ярких опытов, не со сложных опытов. Мы начинаем с того, что знакомо каждому человеку и каждому ребёнку, то, что окружает его. Например, изучаем тему вода, то, что близко к каждому из нас. Давайте спросим ребят, спросим ребят, как человек использует воду в своей жизни, потому что вода имеет огромное значение для человека. Давайте попробуем осознать это значение. То есть сейчас мы ждём звонок в эфир ребёнка в районе 6-7-8 лет, 9-10 максимум, для того, чтобы вместе с ним порассуждать, каким образом человек использует воду. Да, давайте примем такой звонок, чтобы ребёнок назвал хотя бы 5 разных вариантов. А вот чтобы ребёнок назвал, у нас есть призы, что это не просто так, да, это не показательная акция, что мы сейчас, по-моему, всех научим, как правильно рассуждать или как побудить ребёнка. Всё-таки мы, наши гости пришла с призами. Увлекательная химия и увлекательная физика. Это детское издательство, да, Елена, аудиоэнциклопедия. 0+, то есть прям буквально с самых маленьких. С пелёнок. С пелёнок, да. Слушайте, тут страшно интересно и удивительная инерция, и электричество, и сила веса, и вступительная песенка, Алексей Алексеевич, на минуту 30. Это, кстати говоря, важно, потому что это не просто книги, это носители такие серьёзные, да. И информации там, я как понимаю, много. Мне кажется, ко взрослым такие требования нечестно предъявлять. Давайте попросим взрослых написать нам ответы в WhatsApp, но уже для них будет другой критерий. Отлично. То есть критерий, я имею в виду, взрослому нужно наиболее максимальное количество... Просто максимальное. Максимальное. Максимальное количество вариантов написано. Александра, надевайте, пожалуйста, наушники, да, у нас есть телефонный звонок. На секундочку, для взрослых. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 55, 33. Это наш WhatsApp наиболее, как вы правильно сформулировали... Просто максимальное. Максимальное количество сфер, в которых используется вода. Для чего человеку нужна вода, способов применения. Да, хорошо. У нас есть телефонный звонок, 7, 2, 8, 7, 1, 7, 1, код Москвы, 4, 9, 5, алло. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. Как тебя зовут? Ну, меня зовут Артём. Артём, замечательно. Я думаю, что вода нужна человеку для хозяйственных нужд. Так, а что это конкретно? Можешь привести пример? Это, так сказать, то, чем мы моем руки. Моем руки и тело в том числе, да. Тело в том числе. Ещё? Ну, в общем, моем все наши вещи. Да, для уборки. И промышленность. Ничего себе. А как ты думаешь, какое самое главное значение воды для человека? Может вообще человеку без воды обойтись? Совсем-совсем? Это питьевое его значение. Совершенно верно. Как ты замечательно формулируешь. Воду мы, прежде всего, пьём. Тём, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет, чтобы мы понимали, о чём идёт речь. Тём, сколько лет тебе? Десять. Десять лет. Десять. Тём, давай доберём всё-таки пять вариантов. Может быть, я тебе немножечко подскажу. Скажи, пожалуйста, летом, когда жарко. Ты любишь в квартире сидеть? Или ты выходишь на улицу, или куда-то едешь, может быть, отдыхать, и там ты надеваешь лавки? Лавки. Лавки. Да. Конечно, выхожу отдыхать. А как же ты используешь воду тогда? Ну как? Можно в ней искупаться. Совершенно верно. И помыться. Да. А как ты думаешь, а какое-нибудь эстетическое значение имеет вода для человека? Сложное слово? Эстетическое. Эстетическое. То есть для красоты, может быть, для удовольствия человек использует воду? Ну да, конечно. Он плачет от удовольствия, да, Алексей? Если воду мы будем красить, то можно так сказать, что у нас могут получиться краски. Это у нас получается для красоты. Браво, Артём, гениально. Замечательно, мне кажется, приз заслужен. Абсолютно точно. Не клади трубочку, наш редактор Алиса расскажет тебе, как забрать твою увлекательную химию и увлекательную физику. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу всё знать». Ещё раз доброе утро, Алексей Алексеевич. Доброе. О, правую руку. Мы продолжаем вас знакомить с разными успешными методиками преподавания того или другого. Но сегодня речь идёт о лаборатории открытий. Преподаватель математики лаборатории открытий Школы развития «Маяк» Александра Орлова. Ещё раз доброе утро. Доброе утро. Мы остановились на моменте, когда вода у нас приобрела очень разные значения. Совершенно верно, приобрела смысл. И мы получили начальную точку для разговора дальнейшего с детьми. Начали мы с того, что каждый ребёнок знает. А вот теперь уже можно погружаться в науку. Можно рассказать маленьким детям или вспомнить более взрослыми, что вода, как и остальные вещества, имеет молекулярное значение. Да. Сейчас сделаем шаг назад, просто чтобы кто к нам только что подсоединился, понимали, о чём мы говорим. Мы задавали вопрос ребёнку, что можно сделать с помощью воды, собственно говоря. Вот он дал несколько вариантов. Пять, на наш взгляд. Это и покупаться в этой воде, вымыть посуду, даже, так сказать, сделать краски, полить цветы и что-то ещё. И мы задавали вопрос взрослым, товарищи взрослые, потому что у нас тут возник спор, собственно говоря, соревнования даже целые за кулисами нашего разговора, как можно ещё применять воду, поэтому, если у вас есть варианты, что вы можете перебить десятилетнего ребёнка, пожалуйста, напишите нам на WhatsApp. Какой телефон? Ну, в общем, это достаточно несложно, и уже есть те, кто, конечно, огромное количество вариантов прислали. Спасибо большое, мы говорим человеку без имени, потому что это WhatsApp. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста, но по аватарке видно серьёзный человек. Лёд в напитках, напитки, мороженое, искусственный снег, каток, приготовление пищи, уборка, мытьё машины, душ. Вы меня остановите, когда будет достаточно, Алексей Алексеевич. Купание в подаёмах, рыбалка, судоходство, фонтаны, паровые двигатели, канализация, энергетика, атомная энергетика. Всё это ещё и химической защитой, сельским хозяйством и генерацией пара закрывается. Мы вас поздравляем, и, мне кажется, мы можем тоже вполне наградить нашего слушателя двумя дисками для детей, увлекательная физика и увлекательная химия. Вы тот человек, который наибольшее количество вариантов использования воды прислал. Да, преклоняюсь. Так, ну вот, мы определились, а потом, как вы говорите, вы уже переходите к более фрагментарному занятию, то есть формулы. Собственно, переходим к науке. Кстати, пример ответов взрослого человека показал, что многие вещи нам кажутся очевидными. Мы просто это знаем и пользуемся всегда. Детям не так понятно. То же самое молекулярное строение воды совершенно им непонятно. И это не видно глазами, что вещества состоят из молекул. Что мы делаем с такими сложными ситуациями? Мы их обыгрываем. У нас дети становятся молекулами сами, и мы превращаемся с ними сначала в воду. Берёмся за ручки, наши крепкие объятия символизируют межмолекулярные связи. Мы можем течь по комнате, мы не разбегаемся, мы держимся друг за друга. Если воду нагревают, нам становится жарко, мы разбегаемся в разные стороны, как молекулы пара уже носимся по всей комнате, сталкиваемся друг с другом. Как только охлаждается вода, мы замерзаем, превращаемся в лёд, выстраиваемся в чёткую структуру на ковре. То есть вы инсценируете все те явления? Да, совершенно верно. Которые детям маленьким плохо понятны, абстрактные, скажем так, вещи, понятия. И тогда это становится близко к ребёнку, и уже дальше можно продолжать разговор, продолжать, например, исследовать свойства воды. Сейчас тоже расскажу, как можно на примере этой темы научиться задавать ребёнку вопросы, которые будут его развивать и наводить на открытие. Ну, допустим, мы исследуем такое свойство воды, как плавучесть каких-то веществ и неплавучесть. То, что тонет, то, что не тонет. Плотность, то есть её, да? Ну... Я тоже обучаюсь. Подождите, да, подождите, да. То есть вы сразу выводите, получается, на ответ. А мы должны ребёнка к этому подвести. Всё, всё понял, понял. Кстати, плотность тоже понятие сложное для детей, и его тоже можно инсценировать. Если вы в каком-то узком маленьком помещении, например, стульчиков построенном, или построите круг из детей, поставите туда одного ребёнка, да, вокруг него будет много пространства, плотность маленькая, низкая. Если вы туда много детей запустите, им будет уже тесно, это высокая плотность. И сразу всё понятно. Правда ведь? Очень легко. Так вот. Но вы умеете объяснить капиллярность воды, поверхностное натяжение, сублимация. Не я это объясняю, это объясняют сами дети. Но мы к этому подводим постепенно, да, потому что мы учим их анализировать, и учим погружаться в темы научные. Давайте всё-таки расскажу немножко про плавучесть, как можно с детьми это интересно изучить. Конечно, многие хорошо знают, что плавают, что нет. Но, оказывается, есть парадоксальные ситуации для детей, и они для нас являются как раз очень интересными, потому что на них можно зацепиться и дальше начать разговаривать с ребёнком. Предложите маленькому человечку взять разные предметы и вещества и разложить их по двум кучкам или корзиночкам, то, что он думает утонет, и то, что он думает будет плавать. А затем уже бросит это в таз с водой или в другую ёмкость, наполненную водой. И вы увидите, что не всё, что он предполагал, не все гипотезы его подтвердились. И вот когда что-то пошло не так, это повод для разговора, это повод для изучения свойств воды и этого материала. Например, ребёнок увидел, что утонул маленький железный гвоздик и железная ложка, большая деревянная ложка плавает. Соответственно, у него ответ, что дерево, конечно же, плавает. Или уточка, в которой внутри воздух не тонет. Ну, или уточка, да. И вывод ребёнка какой, что металл тяжелее и плотнее воды, соответственно, он опустился на дно. И тут же вы его ставите в тупик, спрашиваете, а как же корабль? Он же тоже полностью железный, он же ещё больше, он же тяжеленный. Он же не тонет. Мне кажется, многие родители не могут ответить на этот вопрос до сих пор, как летают самолёты и не тонут корабли. Да. И вот тут вы даже увидите, как у ребёнка закрутились шестерёнки. Он начинает обдумывать и начинает разные версии накидывать. Что если дно у корабля деревянное, а что если... Корабль сделан из лёгких материалов. Да, из лёгкого металла. Проблем в воздух исходя в веру из вашего. Необыкновенного и так далее. И вы продолжаете с ребёнком обсуждать. Ещё один пример парадоксального вопроса. Сейчас прошу слушателей юных закрыть ушки, чтобы они секрет не услышали. А взрослые могут такой эксперимент провести с детьми. Вам нужно взять две банки с водой, в одной из них растворить соль и взять две картофельные. Желательно, чтобы они были немножко разные. Например, одну коричневую, а другую синюю. Спросить ребёнка предварительно, как ты думаешь, картошка утонет или будет плавать? Кто-то скажет, утонет, кто-то скажет, будет плавать. И вы бросаете в одну банку картошку коричневую, в другую синюю. Вы знаете, что в банке с простой водой картошка утонет? Вы знаете. Теперь знаем. Утонет? Вы с вами как с детьми от 6 до 7 лет можете общаться. Я стараюсь. А в банке, где вода солёная и плотность её, соответственно, выше, картофельным будет плавать. Но дети об этом, разумеется, ничего не знают и ни в коем случае им об этом не говорится. А сколько нужно соли добавить в банку? Это можно эмпирическим путём узнать. Учёные сидят перед нами. Да, да. Как раз вы сами тоже приводите эксперимент. Вы можете спросить, а почему так происходит? Почему? Посмотри, вот тут картошка утонула, а тут она плавает. Начинается тоже накидывание, набрасывание гипотез. Разные картошки вынимаем, рассматриваем, сравниваем. Тут, конечно, родители должны быть подкованы тоже очень явно. Потому что вот сейчас вы для нас некоторое открытие делаете, да, Алексей Алексеевич? Конечно, да. Мне бы никогда в голову не пришло, понимаете? Варёное яйцо и не варёное. Одно тонет, а другое нет. Одно крутится, другое нет. Но это вот случайно сейчас подбор вариантов у меня в голове. Да, совершенно верно. Ну, просто к этим опытам нужно желательно сначала подвести системы вопросов, да, чтобы ребёнок хотя бы мог предположить, где искать ответы, да в чём может крыться разгадка этого опыта, да, этого эксперимента. Ну, может быть, мы ещё немножечко... Ну, вот смотрите, первый блок ваших занятий называется «Четыре стихии». В воде, посвящённой огню, воздуху и земле. То есть вот их состояние, для чего они нужны, вот эти могут быть, да, беседы, на, как это, направляющие ребёнка к правильным выводам, к каким-то логическим. А второй крупный блок у органы чувств. Это уже совсем другая история, где сложно показать, как мне кажется. Что используете вы? Есть ряд опытов физических и связанных с физиологией человека, который легко проводить с детьми. На самом деле это им понятно и близко тоже. Мы делаем разные конструкции, например, можем своими руками сконструировать камеру-обскуру, да, чтобы понять, как устроен зрачок и глаз человека. Вы сейчас смотрите на Алексея, потому что я даже не знаю, о ком идёт речь, что это за камера, Алексей. А я, послушайте меня, я слежу в это время за часами, которые нам показывают, что мы должны сделать паузу. Ребята, значит, с камерой будем разбираться отдельно? Это сложно. Ну, вообще, эфир такой формат, когда невозможно показать большинство опытов, поэтому мы сейчас с вами больше учимся разговаривать с детьми, строить систему вопросов. Мы сейчас можем построить систему вопросов на ещё одном примере? Ну, давайте попробуем. Все эти знания, которые ребёнок получает в ходе опытов и занятий, хорошо бы, конечно, закреплять в обычной жизни, да, потому что мы постоянно сталкиваемся со свойствами, с теми физическими, которые изучаем. Ну, вот, допустим, представьте себе, что ребёнок ваш обедает или ужинает, перед ним стоит тарелка макарон. Давайте спросим его, можно ли как-нибудь из этих макарон, свежесваренных, добыть воду? Давайте спросим. Давайте, может быть, есть кто-то, кто уже догадался из нашей детской аудитории? Давайте. 728-7171, код Москвы-495. Дорогие родители, не обязательно сейчас требовать ответа от ребёнка или варианта. Мы готовы сами с ним на этот счёт пообщаться и либо прийти к этому варианту, либо прийти к этому варианту. Это мне интересно даже стало. У меня-то вариантов нет, кстати, с этим макароном, никаких. А у наших детей, конечно же, наверняка есть парочку в запасе вариантов, как добыть из макарон воду. Ну, если вы знаете свойства воды, если вы знаете её разные агрегатные состояния и умеете размышлять об этом, да, не просто знаете, понятно, что все знают агрегатные состояния, но если вы умеете размышлять об этом, если вы умеете видеть в обыденных событиях и явлениях, те самые физические закономерности фундаментальные, да, которые мы как раз контурами очерчиваем на наших занятиях, тогда вы ответ легко найдёте. У нас есть звонок, поэтому надевайте, пожалуйста, наушники. Сейчас послушаем, кто у нас там за кадром. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. 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 У него аудитория? Да, как тебя зовут? Меня зовут Костя. Костя, а сколько тебе лет, Костя? Константин, сколько тебе лет? Алло. Ага, давайте уже перейдём к вопросу. Так, Кость, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, сможем ли мы из макарон воду как-нибудь добыть? Да, можем. Как это сделать? Ну, есть несколько способов. Давай, перечисляйте. Можно накрыть макароны тарелкой. Так, если мы накроем. Подождать там несколько минут, и будет там конденсат. Ох, замечательно. Как ты замечательно смог сформулировать ответ. Совершенно верно. То есть вода из макарон сможет сама выбраться? Да. Испариться, наверное, да? Да. Молодец. Это приз. Это приз. Это приз. Константин, мы тебя поздравляем. Костя, молодок. Как догадался Константин, это важный вопрос для всех присутствующих в студии. Даже сам Алексей Алексеевич не догадался, а Косте это далось очень легко. Костя, молодец. Ну, давайте мы сейчас узнаем как раз у преподавателя, каким образом, да, может догадаться ребёнок. Костя, мы тебя поздравляем. Не клади трубочку. Увлекательная физика и увлекательная химия для тебя. Давайте диско-аудио-энциклопедии твои. Совершенно заработанные. Ну, как можно догадаться, если вы изучаете переход из одного агрегатного состояния в другую, делаете опыт на эту тему, то для ребёнка это будет очевидно, скорее всего. Опять же, после проведения подобного опыта можно разговор продолжить о том, как человек может, например, в пустынной местности где-то на природе добыть воду, если нет ни ручья рядышком, ни озера, ни фляжки. Страшно, Алексей, да? Страшно. Вообще очень важно, очень важно... И макарон нет рядом. И макарон нет, да. Очень важно задавать детям открытые вопросы, на которых вы сразу ответ не даёте. Пусть вопрос поживёт у них в голове, пусть они помучаются, но это больше пользы принесёт. То есть на какое-то время с этим вопросом оставить ребёнка? Надо пожить, да. Слушайте, тут помимо того, что ребёнка надо оставить с этим вопросом, родитель или кто с ним работает, должен сначала сам подготовиться к этому, чтобы у него было несколько вариантов, во-первых, коммуникации с ребёнком, чтобы его выводить. И он сам в теме должен быть. Потому что вы сказали, что обязательно нужно знать агрегатное состояние, формулу вспомнить ещё. Это вам легко говорить и оперировать этим понятием? Но я сейчас так понимаю, что мы заскорузлы уже, понимаете? Сами, так сказать, находимся не в состоянии ртути. Мы уже не переливаемся, понимаете, а костенелые. Потому что для родителей просто это принципиально важно. Сами быть готовы на этот эксперимент и в себе тоже заново возбудите все эти чувства. Это замечательная возможность быть искренним с ребёнком и вместе с ним исследовать окружающий мир. Потому что дети копируют, просто кальку снимают с нашего поведения, с поведения взрослого человека. И если взрослый демонстрирует свой интерес, если он показывает, что если не знает что-то, он не боится, он продолжает исследовать, продолжает искать ответ, открывает книжку, залезает в интернет, то ребёнок будет поступать так же и в детстве. Вот смотрите, теперь вопрос. Внимание, вопрос. Вот Алексей Алексеевич, будучи взрослым человеком сегодня, не имея такого преподавателя, как вы, и этой уникальной методики, знает, почему вода становится льдом при том, что бутылку с водой можно положить в холодильник, правда, да, в морозилку. То есть он к сегодняшним дням это знает. Вот приобретя он эти знания заранее, каким бы он был сегодня, вот в наших глазах сидел. Ну то есть вроде бы как, и без этой методики мы, будучи взрослыми, разбираемся в каких-то свойствах воды, огня там и так далее. Что получают дети благодаря этим занятиям? Ну, кроме, конечно, тех знаний широкого кругозора, которые они получают уже в юном возрасте, формируется интерес к науке вообще, да, к любой. Вы бы сейчас сидели, Алексей. И к точным дисциплинам в школе. В ней сидел бы, конечно. Маленький человечек не боится в школе физику, химию, у него уже заложен интерес, который потом будет помогать ему двигаться уже через какие-то теоретические, может быть, рутинные, скучные формулы. Потому что в нём будет жить самое главное – умение исследовать мир, познавать его, анализировать и находить какие-то закономерности. Ну вот смотрите, сейчас мы концентрируемся к концу на том, что педагог или родитель в данном случае, да, не является источником знаний. Совершенно верно, да. Он скорее направляет и вдохновляет. То есть когда вы, дорогие родители и учителя, да, будущих дошколят и начальных классов пытаетесь, то есть нельзя говорить сразу же ответ. Нет. И почему «потому что» хороший, совершенно бестолковый ответ, который обычно дают, ну, часто… Может быть, он и толковый, но это… Почему «потому что»? Несмысленно. А почему «потому что», когда вообще не дают ответ. Вот. Одним словом отвечают «потому что». Это, конечно, совершенно вредно для ребёнка. Да, самое главное, наверное, это не столько знание, не столько умение оперировать какими-то понятиями сложными физическими, да, как капиллярность, о которой я говорила, или понимание, как устроен наш глаз. Самое главное, что развивается очень качественно мышление. Но мы так поняли, что лабораторию в домашних условиях можно сделать достаточно легко. Например, когда вы говорили о том, погрузить некие предметы в воду, то есть можно по квартире пройти и собрать некие предметы. Это может быть деревянная расчёска, да, которая потом высохнет. То есть всё то, что спокойно переживёт вот это погружение в воду или не погружение. Да, совершенно верно. Можно химические опыты очень интересные проводить на кухне. И хотя, конечно, на профессиональных занятиях в группе вам дадут красивые пробирки и так далее, разные химические вещества, но, тем не менее, дома можно сделать очень многое. А это опыты с едой. Даже опыты с едой. Ну, уже мы поняли. Химические опыты мне нравятся. Нет, картошка нет, это она неприготовленная. Есть же опыты, как готовишь картошку. Жареное мясо. Конечно, мясо, да, да. Мытьё помидора, например. А можно делать опыты по изготовлению симпатических чернил. Невидимые чернила. Играть даже в шпионов. Вот самое интересное, нам пора обращаться. А время и у нас уже есть диета. Ну, что же это такое? Я могу порекомендовать несколько книг для родителей и педагогов, которые занимаются сами детьми. У нас готовятся свои издания в школе развития «Маяк». Пока я скажу, какие книжки можно почитать. Мне очень нравится книга «Физика для малышей» Леонида Сикарука. Она составлена в виде приключений героев. Если вам больше нравится набор опытов и описаний, то можно воспользоваться большой книгой экспериментов. Мне кажется, срочно надо искать вас в фейсбуке. Большое спасибо. И спрашивать уже непосредственно. Александра Орлова, преподаватель математики и лаборатории открытия школы развития «Маяк». Спасибо вам большое. Спасибо. Алексей Алексеевич, теперь вы наполнены знаниями.